Замылили глаза и снова взялись за свое. На улице Бочарова, неподалеку от Крымского бульвара, спилили старые платаны и строят торговые площадки. Жильцы возмущены, ведь им обещали не трогать деревья, но городские чиновники слова не сдержали. В ситуации разбирался Назар Бурхан. Наша улица Бочарова когда-то была улицей Рос, но это было не так давно и очень осело в нашей памяти, что мы были хоть как-то похожи на улицу. Жильцы улицы Бочарова недовольны тем, что она превращается практически в легальный стихийный рынок. Помимо десятков торговцев, которые разместились на пешеходной зоне вдоль тротуара, неизвестный предприниматель строит торговые павильоны. К сожалению, вот то, что сделали люди, они не согласовали ни с кем. Просто на свое усмотрение пришел один из каких-то хозяев, который строит будочки и решил здесь поставить свою будку. Очень часто мы к депутатам обращались с просьбой, пожалуйста, уберите эти стихийные рынки. Но, к сожалению, не лень удожились до того, что просто нам делают большой-большой базар. Перед началом строительства работники спилили полувековые платаны. Люди пытались своими силами спасти зеленую зону, обращались к местным депутатам, но не получили никакой помощи. Зеленую зону на сегодняшний день убирают, хотя гарантированно было со стороны власти о том, что зеленая зона не будет прикасаема, она останется. Деревья большие не будут трогать, также не будут трогать клумбы, которые были засажены изначально. Это уже не первый случай, когда не без помощи гор зелентреста уничтожаются здоровые деревья, говорят местные. Посмотрите на эти платаны. Мы их сами садили зелентрестом, помогали, сажали. А посмотрите, как они их уничтожили. Когда начали вот это вот все делать, безобразие, я написала письмо. Вот мне дали ответ о том, что ничего сноситься без ведома зелентреста не будет. Он мне говорит, вот, пожалуйста. И у него действительно есть разрешение. Так как это? Одной рукой подписывают, другой выписывают. Из-за масштабного строительства подъехать к домам стало непросто. Вдруг скорая помощь, не дай бог. Вдруг кто-то заболел, кто-то умер. Вынести покойника, не дай бог. Нет никакого прохода. Жильцы домов жалуются, что городская власть игнорирует их просьбы. Чиновники отстаивают только свои интересы. Назар Бурхан, Евгений Ячменцев, 7 канал.